Здравствуйте! В эфире информационная программа новости Дагестан в студии Патимат Ханабова и в начале короткий анонс. Капремонт в школах идет с отставанием от графика, а республика ждет важных гостей из центра. О чем еще говорили на заседании в правительстве, расскажем через минуту. Все удивляются, почему у нас нет производства. У нас его нет, потому что, к сожалению, к этому вопросу не уделялось в свое время должного внимания. Сейчас самое время повернуться лицом к этой проблеме и начать ее решать. Что дымит, свалка или сухостой? Два пожара за день в горах. Горела мечеть на плоскости трава. Минимущество и кони. Взаимосвязи никакой, но скачки прошли на слабу. Об этом в спортивном блоке новостей. В фоне виды спорта у нас на генном уровне разве. Просто нам надо создать условия, и мы сможем, потому что народные соревнования отношения. В селе Гуготли Шамильского района произошел пожар. Сгорела местная мечеть, трехэтажное здание Медресе и частично пострадали два жилых дома, в которых никто не проживал. По предварительной информации, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Пожар удалось локализовать. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В 7 часов 10 минут по системе 112 поступило сообщение о пожаре на селом пункте Гуготли Шамильского района. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит горение мечети Медресе и двух частных жилых домов. В 8.30 пожар был локализован. В данный момент ведутся работы по разбору и проливке строительных конструкций до полной ликвидации. Жилых пострадавших нет. Всего для тушения пожаров была задействована группировка в количестве 50 человек и 5 единиц техники. Еще один пожар. В новом Парауле загорелся жилой дом. По предварительной версии, в пригороде Махачкалы неизвестные подожгли мусор. Огонь перенесся по траве, дойдя до домов. Пожарным удалось потушить возгорание, не допустив перехода огня на соседние строения. Как уточнили в прислужбе МЧС, по Дагестану спасатели и техника отработали на месте горения сухой травы, чтобы огонь не перекинулся на свалку, находящуюся неподалеку. Суд оправдал экс-мэра Махачкалы Магомеда Сулейманова по уголовным делам о превышении злоупотребления должностными полномочиями. Напомним, бывший чиновник обвинялся в незаконной передаче земельного участка площадью 38 тысяч квадратных метров. Собственность Дагаз – бытность градоначальником столицы республики. Кроме того, по версии следствия, занимая должность директора территориального ФОМС, он принуждал руководителей частных медорганизаций к открытию расчетных счетов в одном из частных банков. Советский районный суд посчитал, что в первом случае участок был переоформлен законно, а во втором счет вину Сулейманова не доказаны. Более ста школ республики отстают от графика выполнения работ по капитальному ремонту. Но об этом и не только говорили участники заседания оперативного штаба по устойчивому развитию экономики региона, которое прошло накануне. Сергей Меликов заявил, что все вопросы держит на личном контроле. Глава Дагестана также анонсировал скорый визит в Дагестан важных гостей. О ком идет речь, знает Ларьяна Шамхалаева. Ей слово. Глава Верхней Палаты Парламента России Валентина Матвиенко посетит Дагестан 11 июля. Руководитель Совета Федерации приедет в регион с представительной делегацией. В планах гостей осмотр ряда социальных объектов и итоговое совещание. Об этом присутствующем сообщил Сергей Меликов. Валентина Матвиенко вечно хочет посмотреть, как выполняется решение или постановление Совета Федерации в марте прошлого года, которое было принято после проведения Дни Дагестана в Совете Федерации. Но это были еще не все новости про важных гостей. Скоро регион посетит еще одна солидная делегация. На этот раз из Объединенных Арабских Эмиратов. Как отметил глава республики, иностранцы все больше интересуются дагестанской продукцией, производство которой у нас по многим отраслям все еще не налажено. Все удивляются, почему у нас нет производства. У нас его нет, потому что, к сожалению, к этому вопросу не уделялось свое время должного внимания. Сейчас самое время повернуться лицом к этой проблеме и начать ее решать. Говорили на Оперштабе и об исполнении бюджета республики. Его размер на сегодняшний день составляет 211 миллиардов рублей. Это на 20% больше, чем в предыдущие годы. Однако некоторые ведомства отстают в деле освоения средств по линии нацпроектов. Ответствовать за низкое кассовое освоение средств должен нести не только руководитель органов власти, но и курирующий их заместитель и председатель правительства республики. В связи с чем предлагаю на следующих оперативных штабах заместителям председателя правительства коротко докладывать о текущей исполнении бюджета к курирующим именем министерства и ведомства. Отдельно говорили о проблемах в деле капремонта школ. На сегодняшний день 118 объектов республики отстают от намеченного графика работ. Региональный Минобор постоянно мониторит ситуацию. Представитель ведомства сообщил, что с 15 июля по 5 августа Минпросвещение России будет проводить очередной отбор заявок на капремонт образовательных учреждений. Проектную документацию надо составлять грамотно и качественно, отметили на совещании. И главным образом это пожелание было обращено к руководителям городов и районов республики. Ларьяна Шимхалаева, Мурат Бекбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Будущее региона в сегодняшних реалиях. В Махачкале состоялось открытие второго модуля инициативы «Вектор Кавказа». В течение трех дней под руководством спикеров участники дискуссионной площадки рассмотрят источники и последствия мирового кризиса. Мероприятие проводится среди членов клуба «Будущее Кавказа» и успешных участников кадровых и грантовых конкурсов из числа жителей республик СКФО. Этот проект мы исходили из того, что мы создаем вот такую платформу для горизонтального общения между лидерами различных субъектов Северокавказского федерального округа, между молодыми лидерами. И в хорошем смысле, мне кажется, что можно уже сказать о том, что этот проект состоялся, эта цель выполнена. Мы с вами сформировали такое сообщество, в котором есть представители самых разных профессиональных средств. Это и молодые ученые, и лидеры молодежных НТО, и журналисты, и блогеры, и предприниматели, и государственные служащие. Представители всех тех профессиональных сообществ, в которых формируется образ будущего России и образ будущего Северного Кавказа. Мы ведем небольшую статистику своих мероприятий, и вот действительно отравно видеть, что у нас формировался такой костяк, ведро. Порядка 60-70% членов нашего клуба участвуют практически во всех мероприятиях основных. Но это означает, что есть некая устойчивость, и мы действительно формируемся как вот такое единое целое. И мы в этом году ведь решили пойти по пути проведения нескольких таких образовательных мероприятий, и в рамках которых мы будем заниматься и будем заниматься разработкой проектов. Всегда лучше, полезно и правильно иметь целостное представление о большой картине, о том, что происходит в стране и в мире. Поэтому мы стараемся привлекать и привлекаем, в том числе и сегодняшние мероприятия, наших предыдущих экспертов по международным вопросам, по глобальным процессам и по всему тому, что происходит на внешнем контуре, потому что понимаем, что в современных условиях то, что происходит на внешнем контуре, в конечном итоге очень сильно, если не решающим образом, влияет на то, что происходит внутри страны. Рад всех приветствовать. Здесь в Республике Дагестан. Клуб лидеров «Будущее Кавказа». По-настоящему очень сильная команда. Я знаю по ребятам из Республики Дагестан. Все лидеры молодежных организаций, общественных организаций. Тот формат, в котором реализуется работа клуба, когда ведущие эксперты в стране, можно сказать, международные, всероссийские эксперты, работают здесь на площадках вместе с вами, на актуальных темах проводят семинары, отвечают на интересные те вопросы, которые у вас возникают. И я думаю, что вчера у нас была возможность пообщаться. Мне, например, было очень интересно. Все это время пролетело 2 часа, несколько минут. Поэтому желаю вам хорошего проведения этого мероприятия. Благодарю наше полпредства. Очень внимательно относимся к молодежи, к лидерам молодежи. Я думаю, именно так мы можем формировать на Северном Кавказе лидеров, которые дальше будут формировать наше будущее. Дело в том, что уже стало туризмом, что выживем в кризисное время. Ну и в любое кризисное время самая большая тяжесть ложится на плечи молодежи. Молодежь – наше будущее. И молодежь должна быть вооружена самым страшным оружием психологической информационной войны. Это реальная картина мира. Потому что если у вас есть реальная картина мира, вы выигрываете. Как это шеф ЦРУ Дали сказал, человеку легко запутать фактами. Но если он понимает тенденции, его не обманешь. Вот мы сегодня с вами будем анализировать тенденции. Ну и я вам желаю вообще успехов в этом замечательном мероприятии. Школа безопасности. Межрегиональные соревнования под таким названием прошли среди учащихся Северо-Кавказского федерального округа в селе Куличико Рабудахкенского района. На базе детского здоровительно-образовательного центра «Солнечный берег» соревновались семь команд из Ставропольского края, Карачаева Черкесии, Чеченской республики и Дагестана. Ребята совершенствовались в преодолевании полосы препятствий, прохождении пожарно-комбинированной эстафетой, закрепляли навыки по выживанию в природной среде. Мероприятие служит пропаганде и популяризации основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни. В общекомандном зачете старшей группы первым стал Дагестан. Всем финалистам соревнований были вручены грамоты, медали и кубки. Как мы знаем, МЧС России поддерживает проведение данных соревнований за здоровый образ жизни. Данные соревнования каждый год обрастают нормы конкурсами, соревнованиями. Мы надеемся, что полученный опыт на данных соревнованиях вам пригодится как в вашей повседневной деятельности, так и в оказании помощи нашим жителям Российской Федерации. Я уверен, что организаторы соревнований постарались подготовить для вас интересные программы, чтобы у вас было приятное пребывание здесь на нашей земле. Надеюсь, вы обзаведетесь новыми знакомствами. Уверен, что пребывание на нашей республике окажет положительное влияние. От себя и от начальника главного управления Георганда Зимагомеда Нарманов-Мудовича хочу пожелать всем участникам соревнований показать хорошие навыки, умения и пусть победит сильнейший. Первый кубок по конкуру от Минимущества Дагестана прошел в Махачкале. В нем приняли участие 35 всадников, которые представляли пять республиканских конных клубов. Турнир прошел в четырех номинациях. Судьи оценивали частоту прохождения маршрута с высотой препятствий 60 и 80 сантиметров. В общем, в зачете первое место заняли всадники конно-спортивного клуба «Зебра». Победителям и призерам вручили денежные вознаграждения и памятные подарки. Хотел бы отметить, что такого рода соревнования, они носят как воспитательный характер, так и, наверное, объединяют все-таки. Это возможности познакомиться, поделиться тем добрым, светлым, что у нас есть. Искренне хотел бы вам пожелать мира вашим навам, достатков, благополучия и единства. Чтобы все у вас было замечательно. Хочу поздравить победителей и призера сегодняшнего турнира. Хочу поблагодарить наших организаторов, действительно, в лице нашего президента федерации. Бывает, конечно, огромную работу вы проделали за короткое время. То, что здесь создано, создано для людей, для детей. Всех поздравляю, праздник удался, всем желаю счастья, добра, мира. И будем ждать дальнейших ваших таких прекрасных мероприятий. Успехов вам! Я думаю, фонные виды спорта, это у нас на генном уровне разница. Просто нам надо создать условия, и мы сможем уже на международных соревнованиях, чтобы наши выступали на международных соревнованиях. Поддержка, вот только вот мы часто подключились, поддерживали. Министерство спорта, я знаю, поддерживает эту школу. И с такой поддержкой, я думаю, и большие результаты. Всех участников очень сильно хотел бы поблагодарить за то, что они именно этим видом спорта занимаются таким благоугодным делом. И в заключении небольшое объявление. В Махачкале отключат холодную воду в связи с проведением ремонтных работ на водопроводе юго-восточных очистных сооружений. 6 июля с 10 вечера до 3 утра воды не будет в Ленинском районе, за исключением редукторного поселка, а также в части Советского района от улицы Яракского. 7 июля подача холодной воды будет прекращена по улице Венгерских бойцов и прилегающих к ней улиц Гагарина и Юсуфа Акаева, а также проспекта Ахмедхан Султану. На этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин